Света много не бывает, обычно говорят опытные фотографы. Но сегодня мы с вами поговорим о ситуации, когда его явно будет не хватать. Самое простое решение, которое есть в большинстве современных фотокамер, это встроенная вспышка. Она всегда с вами и всегда может помочь. Сегодня мы с вами рассмотрим несколько простых приемов, которые помогут вам в работе со встроенной вспышкой. Хотя вблизи свет от вспышки кажется очень ярким, его возможности сильно ограничены. Первое, что обязательно надо учитывать, используя встроенную вспышку, это ее радиус действия. Конечно, в разных камерах вспышки имеют разную мощность, но оптимальный результат они дают при съемках с расстояния от 2 до 5 метров. Если вы делаете ночной портрет, то не удивляйтесь, что фон так и остался темным. Не делайте портрет со вспышкой, когда модель находится слишком близко. Разница в освещении приведет к тому, что ближний объект получится слишком ярким. Если вы фотографируете нескольких людей, то постарайтесь, чтобы они были расположены на равном расстоянии от вспышки. Иначе тот, кто ближе, будет заметно светлее остальных. Одно из неприятных последствий съемки со вспышкой в темноте — очень резкие тени. Такие тени обычно смотрятся малосимпатично. Для того, чтобы их избежать, можно попросить модели отойти от фона на некоторое расстояние. И тени становятся не так заметны. По этой же причине лучше не снимать вертикальные портреты, встроенные вспышкой. Если вы держите камеру горизонтально, то тени от вспышки проявляются гораздо меньше. Естественно, нельзя не упомянуть всем знакомую проблему красных глаз. Эта проблема настолько часто встречается, что для уменьшения этого эффекта придумали специальную систему. Сейчас она предусмотрена практически во всех камерах. Просто не забудьте ее включить. Для того, чтобы свет от вспышки стал менее жестким и более приятным на фотографии, можно попробовать его рассеять. Используем подручный материал. Открывается огромный простор не только для фото-творчества. Но давайте сравним результаты на фотографии. Они вполне отличимы. Наконец, не все знают, что у встроенной вспышки есть разные настройки. С их помощью можно получить очень интересные кадры. В меню камеры выбираем синхронизацию по второй шторке. В этом режиме вспышка сработает не в момент открытия затвора, а перед его закрытием. Это позволяет, например, сохранить следы движущихся объектов при сохранении четкого портрета. Видите? У вас под рукой маленький, но вполне рабочий источник света. Используйте его творчески.